Всем привет! Это рубрика «Кухня со звездой» и с вами я, Настя Годунова. Сегодня у нас в гостях актриса театра и кино Ольга Смирнова. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас рубрика о кухне, про блюда. И не буду затягивать с вопросом, как раз сегодня телезрители узнают рецепт нового блюда, нового салата летнего. Ольга, пробовали ли ли когда-нибудь экзотическое блюдо в своей жизни? Пробовала, конечно. Например, у нас некоторые гости говорили, что пробовали лягушек, какие-то фрукты на Бали. Что-то было в вашей жизни, какое-нибудь такое же экзотическое блюдо? Ой, лягушки и тараканы – это не про меня. Но у меня было намерение попробовать, когда я была в Китае. Там на каждом углу продавались вот эти нанизанные на тоненькие палочки всевозможные насекомые. И все-таки их вид у меня не смог соблазнить на пробу этих чудесных блюд. Но я помню, мы пробовали каким-то определенным образом по-китайски приготовленного угря в Китае, в Пекине. Я помню, очень-очень вкусный был. И первый раз в жизни я попробовала свежевыловленного осьминога на Панаме. И, наверное, до этого я только пробовала вот эти наши замороженные, и у меня было ощущение, что осьминог – это что-то резиновое. И там я вдруг поняла, что это такое мясо. Ну и какие-то там определенные были специи и соусы, которые придавали пикантность. Давайте все-таки перейдем к творчеству вашему. Я знаю, что вы снимались в фильме «Стиляги». Вот хотелось бы узнать подробнее о вашей роли, как долго вы готовились, как вообще проходили эти съемки. «Стиляги» для меня удивительный факт в моей жизни, потому что там даже не прописаны какие-то диалоги. То есть ролик как таковой, ну, то есть я была в компании «Стиляг», и у нас был, наверное, самый запоминающийся вот «Стиляжный» такой клип «Американская жена», где, наверное, собственно, и я своей энергией привлекла зрителя, потому что все меня помнят и узнают именно по «Стилягам». Хотя ни одного слова у меня там, ну, кроме вот этой «Американской жены» нет. Как готовились? Мы только выпустились, все молодые, счастливые, заряженные энергии. Валерий Петрович нас там тоже заряжал, это был такой, знаете, фейерверк эмоций. Мы только что выпустившись из институтов, попали в такую вообще профессиональную, творческую, гениальную атмосферу, что просто все кайфовали там. А как вы думаете, вот в профессии актера это главное везение или все-таки работа над собой? Все совместно. Работать над собой и сидеть дома перед зеркалом, это играть тоже никому не нужно, поэтому... Конечно, фортуна здесь много значит, но я считаю, что все равно это все предопределено, и... Ну, ко мне приходит то, что именно нужно мне. Ну, работа над собой, конечно, нужна, потому что, иначе это будет никому не нужно и неинтересно. Я занимаюсь любимым делом, и мне нравится развиваться в этом. Так как у нас канал о творчестве и творческих людях, а «Стиляги» — это все-таки более музыкальный фильм, не могу вас не спросить о том, какая музыка вам близка? Вы знаете, музыка — это как книги и фильмы. У меня нет предпочтения, что я слушаю только поп, джаз, да, там, точно так же и танцы. Поэтому я... у меня разнообразнейший плейлист. Я очень люблю послушать классику, очень люблю поп послушать, чтобы подэнсить, диско, так как я, ну, танцовщица и преподаю танец. Как книжки, мы же не можем читать только вот детские сказки или только Толстого, и больше я ничего не читаю. Я как ярая поклонница ваших картин, вашей работы, я не могу не спросить, каково вам было играть вашу первую роль, и сколько вам было тогда лет? Ну, на самом деле, вот Стиляги была такая, наверное, самая первая яркая роль, это если говорить про кино. А мой первый выход на сцену вообще был, наверное, года в три в лагере. Я, помню, дико боялась, я была крокодильчиком. Там, помню, из этой бумажной крокодилей хвост сзади, и я пела, «Вот сидит крокодильчик и плачет, весь от горя позеленел». Я хочу узнать, и я думаю, многие телезрители, какая была ваша самая сокровенная мечта детства? Кем вы хотели стать? Я помню, что я долго не знала, кем я хотела стать, и вот по мере того, как я в этот мир узнавала, помню, влюбилась в одну собаку, Колли была. Я думаю, ой, я буду заниматься собаками. Потом я очень... Почему? Но я очень много... У меня были, видимо, какие-то проблемы с зубами в детстве, и я очень много времени провела у дантиста. Подумала, хм, может быть, и у дантиста по танцу у меня. Но потом я танцевала профессионально и поняла, что я буду открывать свою школу танцев и буду танцовщицей. А потом в какой-то момент просто что-то мне, внутренний голос сказал, «В Москву поступай!» Скажите, пожалуйста, а вот у вас очень много кинокартин. Я хотела спросить, какая из ваших... Ваша самая запоминающаяся из них? Это очень сложный вопрос. Я думаю, ни один актер вам не скажет, что вот это моя самая-самая запоминающаяся, самая любимая, потому что это часть... Ну, в каждую роль ты вкладываешь часть себя. Ну, может быть, вот последнее, что недавно вышло, это сериал «Бомба», и я, по крайней мере, там сделала что-то, может быть, новое для себя. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы приготовить салат с осьминогом, нам понадобится авокадо, осьминог, помидоры, корн, маслины и соус на основе манго. Итак, друзья, пока мы нарезаем наши овощи, режем мы помидорку, смотрим шоу-рилл от Ольги Смирновой. Ах ты, гадина, сгниешь в своей коммуновке. Меня ведь убьют. Что, совсем убьют? Если Лилии нет, то совсем. Я завтра к тебе, завтра, завтра. Завтра? Завтра? Я сейчас познакомлюсь с твоей женой, а потом с тобой познакомятся они. И по-русски не говорите. Вы напарли по-русски? Может, поздравить. Вы полдня свой шкафчик продуктами набиваете, а вторую половину со своим дружком-клоуном дурью маетесь. Женишься на мне? А ты хочешь? Ну, ответь, мне-то важно. Женишься? Иди в коридор и поиграй. Мула! Я хочу уехать за границу. Париж. Хочу забыть все. Меня. Знаете, Миша был настоящий мужик. Я себя с ним чувствовала, как за каменной стеной. Он был добрый, щедрый. Я была абсолютно защищена. Ну вот сейчас мы готовим салат с осьминогом. Я все-таки не могу не узнать у вас, какое же ваше самое любимое блюдо. Это может быть салат или какое-нибудь рыбное? Я люблю салат и очень люблю рыбу и морепродукты. Мясо я не ем, но я ем яйца и рыбу. Очень люблю, когда много зелени, авокадо, различные масла, семена. Вот это все мое. Пять фильмов от Ольги Смирновой, которые вы советуете посмотреть нашим телезрителям? Июльский дождь. Стиляги. Потому что он очень дает, мне кажется, такую энергию позитивную. Отец. Да, ну это такой тяжелый фильм. И фильм, за который я болела. А, Земля кочевников. Мы уже составили некий такой набор фильмов, да? Да, я люблю, чтобы это было разнообразно и в разных жанрах. Душа, мультфильм. Очень классный. А каких актеров вы выделяете на данный момент? Например, из молодежи или те, кто работает сейчас в театре? Главное, мне кажется, классный артист тот, который умеет искренне проживать то, что ему предстоит пережить в сценарии, в фильме. Чтобы это были не говорящие головы, выучившие текст, а еще плюс его какая-то личная составляющая. Вот этот энтузиазм должен не пропадать никогда. В каком бы возрасте не был артист. Все артисты – дети в душе, и вот это надо сохранять. Итак, друзья, мы начинаем наше приготовление салата. Первым этапом у нас идет соус на основе манго. Вот так вот. А сейчас мы выкладываем осьминога. Вот, мы его так порезали, нарезали, выкладываем на трелочку. Дальше у нас авокадо, да? Авокадо. Следующим этапом у нас пойдут помидорки. Предпоследним у нас уже будут маслины, и в конце мы все это сверху посыпаем листьями салата. Кстати, дорогие друзья, осьминог можно заменить рыбой, можно использовать лосось, если вы не найдете осьминога в магазинах. Все, и наш завершающий этап. Мы так украшаем наше произведение искусства. Дорогие друзья, наш салат готов. Сейчас мы будем его дегустировать. Соус, надо, чтобы соус попал. Да, да, да. Все, и сейчас мы оценим наш прекрасный летний салат. Главное, все полезно. И главное, да, полезная еда, да. Кстати, вот насчет полезной еды. Как вам все-таки удается поддерживать себя в форме? У вас чудесная фигура, Ольга. Да, и поесть я люблю при этом. Я много танцую, я занимаюсь собой. Очень вкусный соус, да? Да. Очень вкусно. Главное то, что это легко приготовить дома. Мне кажется, даже подросток уже сможет сделать, приготовить сам такой салат. Да, осьминогу главное творить хорошо. Ну, да, или все-таки можно заменить на рыбу. Как мне кажется, самая обсуждаемая новость на сегодняшний день это выступление Ольги Бузовой в театре. Ее дебют на сцене, так сказать. Уже несколько публичных личностей высказались достаточно негативно в сторону Ольги. Как вы считаете, может ли человек без вот этого профессионального образования, актерского мастерства выступать на сцене, работать на публике? Вообще возможно ли это? Для кого-то возможно, для кого-то это неприемлемо. Не видела и посмотрю обязательно. Я хотела у вас спросить, у какого режиссера вы мечтаете, с каким режиссером вы мечтаете поработать? Ой, у меня огромный список наших российских режиссеров и, конечно же, голливудских тоже. А как долго вы учились на актрису? Ну, официальное у нас обучение, высшее образование в театральных академиях, институтах 4 года. А сколько вы привыкали именно к публике на сцене? Ну, сразу привыкали, потому что, ну, во-первых, я с детства танцую. Я на сцене с самого-самого раннего детства. И я не просто танцевала там какие-то, ну, бальные танцы. У меня было очень много бальных танцев. И потом я училась в школе современного танца при Екатеринбургском центре современного искусства, еще в Екатеринбурге. И мы вообще создавали целые спектакли. И ездили по миру. То есть мы очень много объездили с фестивалями. Я хочу, чтобы вы дали совет подрастающему поколению, куда поступать, какие книги лучше читать, какие жанры. Интересуйтесь всем, интересуйтесь жизнью, чтобы прежде всего понять себя. Потому что мы не можем идти, преодолевая себя и делая что-то из-под палки. И интересуйтесь всем, 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 что только можно, чтобы ваше сердце откликалось на то, что вы хотите делать. Не торопитесь сразу после школы куда-то поступать, тем более, если вы, ну, вы не ощущаете, куда. Хотите быть артистом? Пожалуйста, изучите эту тему, смотрите кино. Мы должны заниматься тем, на что откликается наша душа. Ни один наш гость не уходит без презентика. Поэтому сегодня я бы хотела вручить вам вот такие вот конфеты. Ты, да, вот молочный шоколад, волшебные краски от фабрики «Волшебница». Спасибо большое. Я знаю, кому у меня дома очень сильно повезет. Федя, жди сладенькая. Это была рубрика «Кухня со звездой». С вами была я, Настя Годунова, Лейла, а также актриса театра и кино Ольга Смирнова. Увидимся в следующих выпусках. Смотрите программу «До 17 и старше» на телеканале TVM Channel. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...